всем привет очередное видео у меня на канале и пришла пора дегустировать бурбон но не просто бурбон а мой любимый бурбон это джим бим давайте нальем его и продолжим разговор почему любимый да потому что раньше мы летали в турцию и постоянно брали его в duty free и вот этот аромат сладкий такой ванильный прикольный блин напоминает всегда турцию очень приятно сразу становится ну и в duty free он всегда стоил дешевле джека брали джек и джим бим в итоге мне больше всегда нравился джим бим и потом мы просто перестали даже джек покупать и после этого всегда когда пью джим бим какие-то воспоминания из турции давайте немножко расскажем да про джим бим как он изготовляется да это по сути кукурузный дистиллят потому что 78 процент на 78 процентов он состоит из кукурузы и и сразу опять же коснусь самогона самогонных дел своих которых я делал неоднократно из кукурузной муки дистиллят и могу точно сказать с уверенностью из всех зерновых что я делал самогон но в дистиллят и делали это однозначно самый ароматный продукт из кукурузы всегда получается шикарный аромат и вот нотки эти напоминают именно джим бим в своем производстве джим бим использует американский дуб бочки и заливают в новые бочки обожженные сильного сильного обжига и этот факт как самогонщику мне тоже не дает покоя видимо все решает объем большие бочки не такая сильно не такое сильное насыщение происходит танинами напитка потому что я пробовал наливать в новые бочки в новую бочку и получалось просто-напросто плинтусовка за короткий период ну помимо всего еще и бочка ж не из американского дуба а из кавказского а он имеет свойство быстро отдавать все свои танины в напиток и так это и мы немножко увлеклись да ну скажем да что в чит за четыре года он превращается волшебный напиток я до сих пор считаю что если вы не знаете что купить в магазине купите джим бим бурбон и вы останетесь точно довольны давайте скажем про сайт сайта ну никакой информативности не несет если вы хотите можете применить и как я уже говорил google переводчик много почитать да ну конечно туда лучше залазить если вы хорошо знаете английский язык налили до бурбон он уже постоял подышал и комната сразу наполнилась вот этими нотками карамели ванили класс кстати скажу да покупал его в красном и белом магазине цена данного напитка 850 рублей по акции и конечно же огорчился после покупки в инстаграме мне написали что он гораздо дешевле бывает и только прошла неделя после того как я купил он красным и белым появился тот же напиток за 700 рублей но вот так вот следите за акциями и не позволяйте себя обдурить да произведен он на испанском заводе но могу сказать так не помню я точно какой был в duty free розлив американский или испанский но аромат один и тот же да и вкус один и тот же просто кайф его нюхать я могу смело вот за этот аромат джим бим поставить пятерку вот вообще нет вопросов мне бурбоны нравятся давайте сделаем первый глоток чтобы длинным не сильно получился ролик ваше здоровье мягкий с сладкими нотками мне почему-то вот ассоциация попкорна вот не знаю попкорна в кинотеатре когда идешь покупаешь ну и конечно же турция 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 с ее шикарными пляжами отелями по ножкам напиток густые ножки прям одно удовольствие мне все в нем нравится по спиртуозности да она присутствует конечно спиртуозность ну 40 градусов как вы хотели иначе быть но она прям вот еле заметная приятная послевкусие этого напитка тут все замечательно и отзывов о этом напитке просто немерено ну и вот вы практически все положительные нюхать бы и нюхать давайте еще один глоток сделаем и опять сама гуна варенье я делал дистиллят из кукурузы и на дубовых чопиках настаивал сильная бы сильно обжаривала как положено но сделать что-то похожее не получалось без бочки это не сделаешь такое где-то какие-то нотки похожи конечно но джим бим это классный напиток который сложно повторить в общем проще его купить чем сделать рецептуру повторить до составить там пропорции никто их не никто не прячет я выведу вам картинку по пропорциям 78 кукурузы там чего-то ржи сколько-то там все это делал именно по этой пропорции но точь-в-точь варианта не получилось аромат какой-то был близкий но повторить такое нереально конечно давайте сделаем третий глоток и будем уносить вердикт и так аромат пятерочка вкус четыре с половиной послевкусие четверка на послевкусие есть какая-то небольшая горчинка она немножко понижает да скажем так оценку по крайней мере на данный момент вот раньше когда летали в турцию да и вообще когда летаешь в турцию там как-то по другому воспринимаешь все напитки они алкогольные напитки все кажутся волшебными потому что эйфория праздник и все такое всю неделю там или 11 дней как бывало ездили ты выпиваешь каждый день ну тебя там рецепторы по-любому притупляются поэтому сейчас объективно могу сказать ну на четверочку послевкусие потому что она с какой-то небольшой горчинкой по поводу рекомендации да я смело рекомендую его если вы не знаете какой лучший виски выбрать возьмите бурбон а лучше всего возьмите джимби вот так вот на этом будем заканчивать пейте напитки только качественные только в меру подписывайтесь на мой канал нажимайте колокольчик чтобы не пропустить новое видео и подписывайтесь на мой инстаграм до новых встреч пока и